здравствуйте в эфире программа капитал и я ее ведущий андрей верников сегодня у нас в гостях дмитрий сухов эксперт по портфельным инвестициям и венчурным инвестициям дмитрий здравствуйте здравствуйте добрый вечер ну вот первый вопрос вы автор сайта план ру получим популярного достаточно популярного где лежат стратегии различных компаний да вот не обидно что как бы чужие люди вывешивают стратегии а вы тоже наверно вам есть что сказать я чувствую почему не обидно почему должно быть обидно да когда умные люди умные стратегии вывешивают вот это во-первых а вторых объять необъятное невозможно да и всегда полезно знать чье-то мнение да потому что читая какие-то чужие мысли с чем-то можешь согласиться да с чем-то не согласиться что-то ты упустил ну хорошо значит это была такая затравка лирическая первый вопрос такой настоящий какое видение рынков ваше фундаментальном плане фундаментально конечно нужно говорить о горизонтах то что если говорить о горизонтах на полгода вперед там или там до конца недели да такая улыбочка нехорошая что полгода вперед это не ваш масштаб вот ну конечно да то есть не мой вообще-то не инвестиционный масштаб почему потому что когда мы говорим о каких-то среднесрочных краткосрочных горизонтах то это конечно горизонт не инвестиционный а больше спекулятивный и здесь может вказаться любой форс-мажор что мы сейчас вот наблюдаем в текущий момент этот катастрофа в японии с которой перечеркивают любые планы дали у вас горизонт такой три года пять лет давайте больше на разу там рынке капитала краткосрочные инвестиции это до пяти лет значит просто у меня конечно не до пяти но два-три года то есть это тот горизонт на который обычно смотрю то есть это тот горизонт в котором можно заработать и достаточно четко определить тенденции рынка так какое же видение рынка ваша ну вот если говорить о горизонтах порядка трех лет то здесь можно выделить несколько таких глобальных тенденций которые вне зависимости от текущей конъюнктуры явно будут реализовываться значит о чем идет речь то есть это идет о изменении конъюнктуры на рынке сырья значит происходит переход от индустриальной эпохи к постиндустриальной не знаю какое не будет название сейчас но факт остается фактом то что мировая добыча углеводородов частности нефти подходит к своему пику это есть знаменитая теория переход я уже читаю 60-х годов книжка открываешь тофлера такого футурологу там про этот переход уже написано там написано но под это не было статистики сейчас мы наблюдаем что с 2008 года нет прироста добычи нефти главы крупнейших нефтяных компаний заявили о том что у них нет ни прироста ресурсной базы нет возможности увеличить добычу да то есть фактически мы с вами живу уникальное время на пике добычи нефти и дальше и не видно никаких абсолютно возможности да для то чтобы эту нефть нарастить поэтому будет явная тенденция эта тенденция удорожания углеводородов и нефти в первую очередь причем удорожание идет из-за дефицита раз то есть будет снижаться добыча и второй момент это удорожание будет непосредственно себестоимости добычи и вот нужно будет просто-напросто оценивать эту тенденцию сразу делать выводы то есть в чем будет минус да в чем будет плюс и эту ситуацию использовать с выгодой соответственно можем сказать о чем до том что первое о чем на что нужно обратить внимание это на замещающий нефть углеводороды а значит таких углеводородов 2 это газообразная соответственно природный газ да и твердая нефть это уголь это не вы на этой неделе на ватах гребли нет нет столько денег да чтобы грести но факт остается фактом и здесь на самом деле ситуация очень серьезная для россии то есть и мы это косвенно наблюдаем по тем быстрым действиям которые совершаются у нас в правительстве да в экономическом блоке то что добыча углеводородов россии идет самыми крупными объемами среди других стран при этом запасы нефти у россии находится на седьмом на восьмом месте и если сравнивать россию со странами ближнего востока то у россии запасов действительно лет на 10 максимум значит в арабских эмиратах дали на ближнем востоке там речь идет о 80 100 годах да поэтому делал то будем с вами запасов на 10 лет сурков говорит что инновации дадут эффект через 20-25 лет то есть нам через 10 лет мы просто зубы на полку положим да ну вот примерно так да что касается нефтяного сектора потому что есть еще вот очень один важный момент который знают специалисты то есть это энерго отдача да от инвестиций то есть смысл заключается в следующем то есть если мы тратим какое-то количество энергии на поднятие из недр одного барреля нефти да значит какое количество энергии мы потратили да и какое количество энергии получили так вот статистика значит она очень такая заставляет значит серьезно задуматься то что 20 лет назад этот коэффициент энерго отдачи был порядка 100 то есть тратя энергии на один баррель мы добывали 100 значит лет 5-6 назад это доходило до 50 на сегодняшний день на уровне 5 то есть фактически то есть мы видим что рентабельность падает от 1 к 100 до 1 к 5 а если мы будем говорить о добыче на полярном шельфе то этот коэффициент упадет до один к двум да может быть до один к одному поэтому меня пугает ваш масштаб вы как титаник гигантский 5 лет какие-то 20 лет вперед там упадет нефти не будет а давайте поговорим лучше стратегию работы работы на этот год в этом тренде надо работать на этот год да то есть но причем когда мы говорим о фундаментальных трендах то здесь конечно же можем попасть на не репрезентативный период и здесь может значит форс-мажорный фактор включиться что касается текущей ситуации на рынке то здесь конечно же она определяется ликвидностью и события в японии то есть они конечно вносят поправки да вот в эту оценку ликвидности что будет и первое с чем сейчас столкнется мировая экономика это сыгре патриации японского капитала всегда японская иена японская экономика служила источником операции к эритрейд когда значит из японии шли деньги инвестируясь в развивающие рынки в развитые экономики куда угодно значит сейчас масштаб на текущий момент еще мы не знаем чем завершится ситуация значит с атомными электростанциями ущерб японской экономики порядка 500 миллиардов а может быть даже до триллиона вот долларов и соответственно эти деньги в ближайшее время в ближайшие полгода значит до года они будут назад возвращены значит японскую экономику да и соответственно это что такое это это ликвидные активы будут распроданы бонды акции и так далее и тому подобное это первый момент второй момент это как раз этот количественное смягчение до которым очень много все говорят с сша до бесконечности это продолжаться не может значит буквально вчера мы видели что все эти количественные смещения значит смягчение они не приносят пользу реальному сектору значит на 22 процента упало количество новостроек и так далее и тому подобное то есть деньги есть да значит номинально мы видим прирост активов а в стратегии это работа вот а стратегия в следующем да то что мы должны просто напросто понимать значит что нас ждут непонятные времена смутные да скажем так и соответственно когда говорим о том какие акции какие бумаги выбирать мы должны ориентироваться на стабильный сектор а ректор значит экономики в первую очередь а сектора утилити значит которые имеют следующие свойства это не эластичные сектора экономики со стабильным с большим спросом и вне зависимости значит что будет на рынках мы все равно будем пользоваться водой электричеством газом да и так далее давайте остановимся и давайте поговорим о про акции конкретно да чем мы будем пользоваться что будем покупать я знаю что вы очень не любите сбербанк ну я не хочу сказать что его не люблю да я к нему нейтрально да с точки зрения эмоций любви отношусь а в инвестиционной части конечно я вижу что сбербанк свой потенциал инвестиционный исчерпал вот связано это со следующими вещами то есть первое то что высокий риск процентной ставки вот мы видим что может начаться цикл повышения как в россии так и на западе что естественно ударит негативно по всему финансовому сектору в частности сбербанк и второй момент то что центробанки стали умнее они регулируют финансовый рынок не только учетной ставкой а еще и нормами резервирования да то есть и может быть это повышение норм резервирования станет более болезненным для сбербанка чем вот учетная ставка почему да вот я извините да значит договорю мысль потому что прошлый год до двух тысяч десятый сбербанк рост и получил гигантскую прибыль на чем на том что снизилась доля значит этих значит резервов сейчас пойдет процесс обратный и это уже будет играть со знаком минус до финансовый показатель мы дали один первый совет конкретно да сбербанк мы не берем то есть мы не говорим что это панического продавать его не берем пока не берем у него нет перспективно пока не мере на текущий год а поговорим об акциях в которых есть перспектива но если вам не терпится быть вот в акциях да хотя хотя вот текущая стратегия на сегодняшний день я бы как минимум чтобы были лучше рынка чтобы потом сказал вот дмитрий сухов был давайте поздравим прогноз оправдался ну как я уже сказал то есть это сектор значит со сложившимся спросом самый в россии подходящий на текущий момент для покупок это сектор электро генерации давайте по акциям пройдемся которые надо покупать в этом секторе смотрите я готовился да вот к программе и в принципе у меня вот есть конкретные списки да что сейчас позитивно что негативно огласите список вот ну первое это конечно электрогенерация спекулянты конечно сейчас на него смотрят то там все низко не растет рынок вырос они значит там ниже плинтуса что-то упало что-то значит выросло сейчас тенденция изменится и как только сразу скажем это с горизонтом на 5 лет или это горизонт до конца 2011 года хорошо давайте значит осталась минуточка согласим одесская акция угол к значит это вся генерация на угле и на газе то есть соответственно это кластик угол к принадлежащих газпрому то есть это получается у нас мосренерго там угол к 2 там что там угол к 6 у них да и так далее это угол к 5 значит в принципе все угол к до русгидро значит особенно да мосэнерго то есть секунды бегут просто катастрофа что у нас еще интересного значит интересного значит что я хочу отметить но опять же то есть газпром газпром интересно что еще в отек я думаю что будет перспективно несмотря на то что уже выросли и дальше будет продолжать рост это связано металлургии угольные отрасли это распадская и фактически все предприятия черной металлургии вот так же есть несколько идей отдельных идей это я считаю незаконченная идея значит объединение в калийном секторе то есть это угол калий окрон сельвенит вот и значит есть еще две идеи которые будут работать в 2011 2012 году как я вижу да то есть у нас была значит история с автохламом да когда автоваз поднялся значит на покупки государства вот а теперь идеи будут я думаю такие значит в грузовиках да и еще это и в авиахламе да значит там еще я думаю то есть самолетами тоже в ближайшей перспективе будет оглашена такая стратегия поэтому сектор авиации да и грузовиков я думаю идей у вас много все идеи больше чем времени и больше не все спасибо за интересную программу в гостях у программы капитал был дмитрий сухов эксперт по портфельным и вечерным инвестициям до свидания а